здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим с вами о некоторых способах дезинфекции теплицы и посадочного материала те которые можно встретить в интернете и которые довольно широко рекламируются поговорим с вами сегодня довольно подробно о достаточно серьезных вещах поэтому немножечко запаситесь терпением но обещаю что будет очень интересно и будут кое-какие бонусы главное внимание сегодня мы уделим такому препарату как фарма йод фарма йод это йод содержащий препарат насыщенный поверхностно активными веществами он очень широко рекламируется в интернете и многими блогерами как буквально панацея для обработки теплиц до посадки растений после посадки растений для обработки посадочного материала семян луковиц и так далее для пролива почвы для их из инфекции для избавления от различных фитопатогенных организмов и даже от нематод и даже от вирусов растений что уже весьма и весьма странно для того чтобы развеять мифы подтвердить или опровергнуть эффективность этого препарата я как водится заложил несколько достаточно точных экспериментов прежде чем описывать ход эксперимента и результаты которые были получены я дам предупреждение препарат фарма йод не включен в реестры средств защиты растений разрешенных применению как на территории республики беларусь так и на территории российской федерации и мне например неизвестны случаи включения данного препарата соответствующие реестры с какими-либо регламентами применения для тех или иных целей защиты растений но это как бы само по себе не является недостатком на нем собственно не написано что это средство защиты растений на нем написано средства дезинфицирующие а что касается прочих рекомендаций ну это вы можете делать на свой страх и риск но все-таки надо понимать что какого-либо государственного официального подтверждения использование данного средства в качестве средства защиты растений не существует нету не включен он соответствующий реестр поскольку главные вопросы касающиеся этого препарата касаются главным образом пролива почвы с целью дезинфекции и в основном это вопросы касаются тип теплицы пролива почвы то я заложил вот такой вот эксперимент значит что я сделал я взял чашечки петри все это конечно делалось повторностях и повторениях все как положено в науке насыпал туда одинаковые навески почвы по 50 грамм и одну обработал просто водой а вторую обработал рекомендуемым раствором форма йода если следовать инструкции то 100 миллилитров препарата необходимо растворить 10 литрах воды но вот в этом вот флакончике 85 миллилитров препарата то есть он рассчитан на 8 с половиной литров воды и тщательно пролить почву из лейки с мелким ситечком количество жидкости которая необходима для пролива это 10 литров на 5 квадратных метров то есть вот этого флакона не хватит даже на 5 квадратных метров если у меня теплица 12 квадратных метров самая маленькая ну то несложно понять что мне как минимум понадобится ну хотя бы ну три-четыре вот таких вот флакона чтобы сделать какую-то более-менее приличную дезинфекцию исходя из диаметра вот этой чашки я рассчитал площадь и поверхности она была равна примерно 6 тысячных квадратных метров исходя из моих расчетов на каждую чашку петри понадобилось примерно 12 миллилитров вот этого раствора когда я стал лить раствор а я делал небольшое количество мне было много не надо ну раз 10 100 миллилитров на 10 литров значит 10 миллилитров на 1 литр значит 1 миллилитр на 100 миллилитров столько я и сделал когда я стал лить дозатором брал и наливал препарат принципе он меня впечатлил он очень густой очень а вот такая вот концентрация 1 миллилитр на 100 миллилитров воды она довольно солидно пенится поднимается очень хорошая пена как будто это какой-нибудь жидкое мыло вообще удивительно что органические земледельцы своих рекомендациях упоминают препарат потому что лить такое какое-то огромное количество поверхностно активных веществ в почву уже само по себе не здорово и не экологично а если у вас и близко стояние грунтовых вод то это количество поверхностно активных веществ легкостью попадают грунтовые воды затем водоемы это нарушение экосистем и почвенных экосистем и водных экосистем и они в колодцы попадают вообще ничего хорошего в том чтобы вот таким объемом пав поливать землю конечно же нету ну может быть для мытья поверхности теплиц это и неплохо ну само поверхностно активное вещество уже что-то там с мой окей все неплохо когда я налил в каждую чашку петри а я взял простой растительный грунт самый обыкновенный из пакета то оказалось что 12 миллилитров на вот этот объем грунта смотрите здесь буквально сантиметр это очень мало он эти 12 миллилитров не пропитали ну такой сухой нельзя сказать что он мокрый но такой подсохший грунт официально брал подсохший потому что опять если его прольешь водой да потом туда еще в этот формалет внесешь что он многократно разбавится там зависимости от количества почвенного раствора и уже эффекты будут не те хотя здесь нигде не пишется что здесь это надо сухой грунт проливать или какой-то предварительно пролитый который уже какое-то количество воды содержит ну ладно в общем в итоге я сюда залил не 12 миллилитров а 30 миллилитров вот этого раствора форма йода для того чтобы равномерно и тщательно пропитать вот этот грунт вообще здесь в инструкции имеется указание что если очень высокая зараженность у вас теплицы то вы можете увеличить концентрацию этого раствора в три раза то есть 300 миллилитров на 10 литров воды вообще конечно очень недешево получится вот там три с половиной таких флакона на 10 литров воды на 5 квадратных метров вообще какое-то разорение ну ладно по крайней мере нам интересна его эффективность далее написано что через сорок восемь часов высадка растений допускается в обработанную почву через сорок восемь часов я взял два с половиной грамма навесочки такие из опытной и контрольной чашки петри и сделал почвенный раствор поместил их в 50 миллилитров физиологического раствора по качалок как следует на качалке для того чтобы извлечь оттуда максимум различных бактерий грибов более того поскольку я не был уверен что я найду какие-то грибы тем более фитопатогенные в растительном грунте я каждую чашечку петри положил кусочек агар-агара с культурой серой гнили бодриса цинире и решил посмотреть вот прям так присыпал что будет после того как я вот здесь в контрольном варианте с форма йодом подержу эту серую гниль значит после того как я покультивировал бактерии поболтал но они там не растут физрастворе никаких питательных веществ нету я сделал разведение микробиологам понятно что я сделал и высел разведение эти на такие вот чашечки предварительно в чашки петри вот в эти я еще добавил небольшое количество вот такой вот красных бактерий она очень характерна исходная почва не содержала таких красных бактерий вообще эти красные бактерии нормальные обитатели почв и соответственно да мне зовут фиксаторы в общем интересная культура для использования в будущем может быть даже как биопрепарата все это надо изучить как бы там ни было мне было интересно добавить эту культуру что посмотрите как маркер вот сколько ее останется больше меньше будет что будет происходить в контроле и опытном варианте ну и очень удобно подсчитывать колонии в итоге я посчитал колонию в опытной чашки где добавлен форма йод из там где форма йод не был добавлен в контрольный чашки что у меня получилось в опытный чашки у меня получилось 105 колоний то есть после обработки форма йода выросло 105 бактериальных прошлых контрольном варианте у меня выросла пятьдесят три колоний Ну, кто-то скажет, что в два раза больше в опытном варианте, чем в контрольном. Как-то бактерии на этом фарма-йоде еще наросли. Но, во-первых, они и правда могут нарасти, потому что здесь имеется достаточное количество поверхностно-активных веществ. А в почве существуют бактерии, которые способны утилизировать поверхностно-активные вещества, в частности, лаурилсульфат и другие сульфат-соединения, которые у нас есть в шампуне, в жидком мыле и так далее. Поэтому, принося такое количество ПАВ в почву, мы в том числе стимулируем рост, даем источник энергии для тех бактерий, которые могут утилизировать эти поверхностно-активные вещества. Но, на самом деле, микробиологи такими категориями, как в два раза, не оперируют. Существенная разница тогда, когда вот этот титр, то есть количество вот этих колоний, различается хотя бы в 10 раз. Ну, то есть здесь было, например, 1, а здесь 100. Ну, тогда можно говорить о том, что это цифры какие-то более-менее различные, адекватные. Ну, кроме того, в повторностях, когда считаешь, выводишь среднее значение, могу лишь сказать так, что, да, действительно, в опытном варианте количество микроорганизмов во всех повторностях было чуть-чуть больше, но не настолько больше, чтобы говорить о каком-то серьезном стимулирующем рост бактерий эффекте. В общем, могу точно сказать, что ни контроль, ни опыт не различаются. Никаких серьезных отличий ни здесь, ни здесь нет. Я вообще так долго и подробно рассказываю про тот опыт, который я сделал, потому что сам препарат является очень-очень популярным. И сейчас начнется время, когда нужно убирать растения, травить почву, промывать теплицу и так далее, и так далее, и так далее. Так вот я со всей ответственностью заявляю, что на вот бактериальное население, на бактерии, живущие в почве, и которые потенциально могут вызывать заболевания, в том числе томатов, а это и рвение, черная ножка вызывается, бактериальный рак томата и так далее, оно не действует, то есть никакого влияния на почву этот препарат не оказывает. Кроме того, я взял кусочки агар-агара, на которых была серая гниль, и поместил их также в чашки петли на питательную среду, чтобы вырастить. Можно ли здесь по этим чашкам петли сказать, кто из них опыт, кто контроль? Могу сказать только одно, никакого влияния в почве внесенный фарма-йод на грибы, патогенные грибы в том числе, не оказывает. Они есть и в опыте сохранились, и в контроле сохранились. Пожалуйста, я могу послушать какую-то критику в свой адрес, в части там методической какой-то части, исследовательской части, но какого-то иного варианта проверить в контролируемых условиях эффективность этого препарата, я другого варианта не вижу. Могу лишь сказать, что и грибы себя чувствуют на фоне фарма-йода очень хорошо, и бактерии себя чувствуют на фоне обработки почвы фарма-йодом, причем почти в 2,5 раза большая концентрация, чем минимально рекомендуемая. Никакого отрицательного влияния ни на бактерии, ни на грибы этот йод не оказывает. А загрязнение почвы таким высоким количеством поверхностно-активных веществ, при том, что расход этого препарата очень большой, как вы уже видели и понимали, не дает мне никаких оснований признать данный препарат хоть сколько-нибудь эффективным в части дезинфекции почвы против бактериальных и грибных возбудителей болезней у растений. Вот такой, к сожалению, неутешительный вывод. Ну, а в качестве бонуса я расскажу еще немножечко о таком препарате, как метарезин. Метарезин – это препарат, который считается таким биологическим инсектицидом. Он содержит паразитический гриб большого числа различных насекомых, в том числе вредных насекомых, в том числе, который поражает личинки, находящиеся в почве. Это и майский жук, это и проволочник, и другие всевозможные личинки, которые вредят садовым и огородным культурам. И вот хорошая очень новость, что этот препарат, вот такая упаковочка препарата, по крайней мере то, что мне удалось найти в магазинах Минска, содержит большое количество гриба, вот этого, который является паразитом различных насекомых. Мне удалось его вообще с первого раза с большой легкостью выделить, вот так он на чашках Петри красиво выглядит, такой зеленоватый мицелий со спороношением. В общем, он очень-очень хорошо в этом препарате находится и содержится. Еще одна хорошая новость, что этот гриб прекрасно культивируется на картофельной среде. Поэтому и вот сам препарат, кстати, довольно-таки чистенький, то есть здесь этого гриба очень-очень много, то есть количество спор большое. Соответственно, хорошая новость в том, что вы, в принципе, можете пробовать его выращивать на картофельном агаре, ну агара нету, на картофельном отваре, вот я на агаре растил. Соответственно, получать какие-то наработки культуры, на поверхности картошечки отвара оно будет расти хорошо, у нас есть немало видео о том, как это делается и в комментариях, и прикрепленных комментариях, и советов, поэтому все это достаточно легко найти. Поэтому плюсую можно его покупать, использовать и наращивать, ну главное, чтобы все было чистенько и хорошо получилось. Ну и плохая новость, что, к сожалению, сенной палочкой, вот здесь вот засеяна сенная палочка по кругу, к сожалению, метаризин подавляется. Он с сенной палочкой не дружит, поэтому одновременная обработка почвы, например, фитоспорином или бактогеном вместе с грибом метаризином нежелательна. Эти обработки необходимо разнести во времени. Например, вот сейчас, когда вы освобождаете гряды уже от каких-то сельскохозяйственных растений и, соответственно, вносите какие-то препараты, вы можете внести метаризин. А уже потом, впоследствии, при посадке, уже весной, будете вносить в почву, ну, например, бактоген или фитоспорин или другие препараты на основе сенной палочки. Потому что они как раз достаточно эффективны против тех возбудителей болезней, которые вызывают корневые гнили и другие опасные заболевания растений. И хочу поговорить с вами о таком препарате, который называется «Здоровый сад». Ну, есть и другие родственные ему препараты. Хочу вас предостеречь вот о чем. Большому сожалению, беспринципные люди, которых заботят в большей степени нажива, а не эффективное выращивание растений, действительно защита их от болезней и вредителей, они позволяют себе выпускать и рекламировать подобного рода препараты. Поскольку у меня часто спрашивают, консультируются по этому поводу, я вам могу сказать одно. Когда вы видите в составе нечто подобное, как вот здесь в этой инструкции, фруктовый сад, а именно фруктоза гранулированная, структурированная под действием пищевого золота, калия, магния, натрия, опрыскивание и полив растений структурированной водой, приготовленной из продукта и так далее, я вам могу сказать одно. Это гомеопатия. Есть разные спекуляции на тему гомеопатии, что гомеопатия может воздействовать на психику человека, может обладать эффектом плацебо, однако на сегодняшний день гомеопаты в России проиграли суды научному сообществу в части того, что они были названы буквально шарлатанами, а не смогли доказать, что препараты гомеопатические работают даже на уровне каких-то убеждений, каких-то психологических воздействий и эффекта плацебо. Поверьте, что у растений никакого эффекта плацебо нет. И у животных тоже нет. Поэтому гомеопатические препараты ни на растения, ни на животных не действуют, ни на животных даже в теории. Поэтому никогда не рассчитывайте на то, что подобного рода препараты, а их эффект можно объяснить разве что чудом или каким-то колдовством, по-другому это не скажешь, какими-то просто магией и чудесами. Не тратьте на это деньги, не отдавайте деньги нечестным людям. Более того, данные препараты не зарегистрированы ни в реестре разрешенных применению пестицидов на территории Российской Федерации, ни в реестре средств защиты растений, разрешенных для применения в Республике Беларусь. Не используйте эти препараты никогда и ни при каких обстоятельствах. Не потому, что они нанесут вам вред, а потому, что вы потеряете время, драгоценное время, на использовании действительно эффективных препаратов для защиты ваших растений. Не поддавайтесь на уловки шарлатанов. Желаю вам здоровья и хороших урожаев. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!